И начинаются удивительные работы по этому Suzuki Free Windu. И первое у нас, что надо, наверное, до чего добраться, это для натяжителя цепи ГРМ раз и до карбюраторов два, потому что работает он в крайней степени скверно, и это, в принципе, наверное, основное то, что надо сделать. Ну а дальше уже посмотрим, что у нас с подшипниками рулевой колонки, с тормозами, с прогрессией и прочими мелочами. Ну и сейчас мы начнем непосредственно с того, чтобы добраться до карбюраторов и до натяжителя цепи ГРМ, чтобы оценить ее состояние. Так, ну что ж, снял я и карбюраторы, и натяжители. Ну, в общем, натяжители вот старые я снял, и счастье и праздник, что цепь менять не надо. Натяжитель, кстати, к слову, 100%, этот закручивается, ну, в момент выставления гораздо легче, то есть пружина здесь уже прослабшая. На этом пружина крутится на новом, гораздо более, с большим усилием. Ну, а что касательно вылета, ну, чуть больше половины он выставлен, то есть, соответственно, плюс холостой ход, даже на новой цепи, соответственно, цепь, можно судить о том, что она не изношена. Чтобы снять натяжитель, тут, в принципе, ума много тоже не надо, нужно снять выхлоп, надеяться на то, что вы не оторвете болты при его демонтаже. Ну, и, собственно, всё. Дальше надо убрать старую прокладку, установить новую, и на этом, в принципе, вся проверка натяжения цепи ГРМ закончится. Ну, так, немножко осложняется всё это тем, что здесь стоит трубка на подачу масла, ну, немного неудобно, но всё равно всё это вполне себе легко решается. Что касательно карбюраторов, то, ну, так, по каким-то первичным признакам я трэша не вижу. Но есть у меня большой вопрос с синхронизацией. Вообще, синхронизировали их когда-то, и что у нас карбюраторы внутри? То есть, так они выглядят, конечно, ну, не сказать, что замучено, но у меня есть подозрение, что у них не особо-то когда-то и лазили. Ну, не знаю, может, мое осуждение ошибочное, и просто мотоцикл часто эксплуатируется. Также здесь ещё у нас обнаружено, обнаружено, ну, ещё изначально, что манифолты здесь уже, ну, вот даже на мою хреновую камеру видно, какие на ней большие трещины. Но, к счастью для меня и, к счастью для владельца, манифолты новые есть, причём оригинальные. Всё это поменяем, и будет красота. Ну, а сейчас будем приступать к разборке карбюраторов, их чистке, ну и прочим делам. Карбюраторы полностью разобраны, но, собственно, как я и сказал, карбюраторы условно были почищены, то есть, тот, кто делал это в предыдущий раз, он просто снял крышки поплавковых камер, продал жиклёры и собрал обратно. Больше ничего с карбюраторами не делалось, увы и ах. Так, думал поставить натяжитель, но потом вспомнил, что владелец ещё говорил про стартер, то, что у него иногда посвистывает стартер. Происходит из-за того, что вот в этой постели набивается стружка, ну, именно от щёток, и она как бы обволакивает вал, ну, и, соответственно, нету свободного хода, там, т.д. и т.п., и нужно, ну, посмотреть, что со стартером. Но, чтобы снять стартер, помимо того, что надо снять планку для троса, также надо отвернуть всё-таки и шланг подачи, иначе стартер просто упирается сюда, и ничего не происходит. Но зато можно будет, ну, намного удобнее поставить на место натяжитель, тут хорошо зачистить посадочное место под прокладку и прочее. Ну, то есть, здесь надо делать всё вкупе сразу, то есть, надо, чтобы были готовы, ну, для сборки и карбюратор сразу, и натяжитель, и стартер, и плюс надо поменять ещё манифолта. Ну, вот и найдена причина посвистывания стартера. Вот такое вот количество фрикционной пыли обнаружено. Ну, соответственно, она набивается вот в эту вот условно втулку самосмазывающуюся, ну, и получается то, что стартер начинает визжать, пищать, кряхтеть и так далее. Собственно, в этом вся и проблема заключалась. Итак, за сегодня удалось успеть. Карбюраторы полностью подготовлены к переборке, точнее, уже к сборке. Всё это почищено ультразвуком, вот так вот всё выглядит. Ничего особо страшного в карбюраторах я не обнаружил. Почему так долго? Ну, потому что ультразвуковой ванной, она не безгранична, и время пребывания деталей в ней достаточно большое. Плюс количество деталей, ну, велико. Ну, и, соответственно, всё это идёт долго-долго-долго, и вот в течение дня всё это делалось. Та же самая участь постигла стартер. Стартер также весь вычистил от вот этой вот пудры. Тоже ультразвуком, только на маленькой температуре, ну, точнее, вообще на холодную. Вот, и вот так вот всё у нас получилось. Соответственно, завтра мы уже можем собрать всё, что у нас имеется разложенное, и приступить уже к сборке и установке обратно на мотоцикл. Снимаю с удивительными вещами со стартером. В общем, вот, ну, мы закончили мы на том, что я его отмыл. Сейчас на роторе, кто помнит, были такие чёрные полосы нежелательные. Все эти полосы, ну, вообще весь ротор я отполировал. То есть, ну, дремель, войлок, вал и его посадочное место вот этим вот а-ля втулкой с османской и нанёс немножко медной смазки, это никогда не вредит. Она, ну, где-то необычная смазка, то есть она там никуда не потечёт, не поползёт и ничего не будет. Что касательно той же пыли, но она также с таким же успехом налипнет и на вал, и на смазку, то есть, ну, хуже от этого точно не будет. Так что сейчас можно, в принципе, начинать собирать стартер и надеяться, что он будет работать. Так, ну, стартер перебран, установлен, вроде всё с ним хорошо. Новый натяжитель цепи ГРМ также установлен, магистраль обратно установлена. Теперь надо поменять манифолты, поменять, ой, точнее, да, поменять прокладки клапанных крышек и отрегулировать клапана. А уже после этого, когда все эти манипуляции будут сделаны, тогда уже приступим к установке карбюраторов. Что же касательно карбюраторов, то карбюраторы собраны, всё на своём, ну, прекрасном, наверное, состоянии. Вот этот вот обрубок трубы, который здесь был, я выбросил, нашёл подходящую трубку, выточил пульку, поставил фиксатор, то есть, ну, всё по-моему сделал, и, собственно, карбюраторы готовы к установке. Но перед тем, как их поставить, надо сделать то, что я сказал ранее. Что у нас в проблемке? Первая проблема настала в тот момент, когда я захотел поменять впускные патрубки, потому что с завода нахреначно вот такое количество герметика, как будто это основная силовая конструкция всего этого мероприятия. Ну, ладно, патрубки отвернул, крышки лючков снял, думаю, ну, сейчас отрегулирую клапана. Отрегулировал. О! Сквозная дыра в крышке. Почему? Ну, потому что в прошлый раз кто-то там регулировал клапана, и прокладка уже похожа на конус. И она настолько похожа на конус, что её прижимала с такой силой, она не осталась красочком. Классно. И прокладка, ой, точнее, крышечка эта прижималась непосредством резинки, а она уже металлической частью, вот этой, прижималась непосредственно к крышке. Ну, то есть металл к металлу. А резиновое кольцо было лишь так, для вида. Ну, и в итоге я грел, бил ударником, ну, вот ударным гайковёртом. Чего я только не делал. Ну, а вот в итоге на какой-то из ударов забитие биды поглубже, задняя стенка благополучно вылетела. Вот. Теперь, собственно, наверное, по совместной вине, ну, то есть меня, потому что я не смог открутить то, что закручено, явно не из-за ватским усилием, ну, и предыдущий мастер, который не знает, что такое одноразовость прокладок и момент затяжки. Вот. Так что, такая вот интересная история у нас намечается, которая, нахуй, никому не интересна, конечно же, особенно мне. С обзором клапанов прям сходу у нас спуск 08-013, щуп 015. Сейчас вот-вот я его покажу. Ну, блядь, не видно ни хера. Ну, короче, щуп 015 со свистом. О-о-о-о! А здесь не то, что со свистом, здесь с вылетом. А здесь должен быть допуск 08-013, а здесь влетает 015. Кайф! Ну, чё, сейчас будем настраивать, значит, не зря залезли. Вроде это волшебную крышечку нашли. Что сделал я, в свою очередь? Ультразвуком почищены крышки, ультразвуком почищены хомуты, и все крепёжные болты. Ну, потому что ставить грязь на чистые детали, ну, как-то немножко не по мне. Ещё я обнаружил, что вот в этих вот местах, вот тут вот, образовываются окислы, из-за лица чего болты прикипают. Ну, и, соответственно, трудность в их отворачивании также ещё связана с этим, помимо фиксатора резьбы, который непонятно, зачем здесь нужен. Ну, и крышки, чтобы нормально почистить от герметика, не сидеть, не ковыряться с ними. Почистил ультразвуком также. Ну, и, собственно, тут всё готово к сборочке. Так что теперь ничто не мешает закрыть уже клапанные крышки, прикрутить патрубки и установить карбюраторы, после чего произвести их синхронизацию. Ну, а перед этим, я думаю, сейчас будет логично заняться с тормозами. Для чего? Причина довольно простая. Пока я буду заниматься с карбюраторами и прочим, и прочим, можно совершенно спокойно почистить за это время ультразвуком суппорт. То есть, просто не терять времени. Так что сейчас отвернём крышку бачка и посмотрим, что же нас там будет ожидать внутри. Какая страшная жижа нас поджидает на этот момент. Стояние передних тормозов, конечно, потрясающе. Там тормозная жижа ушла, но этого хватает, чтобы показать, что там вода. И плюс в углах грязь везде стоит, то есть, никто ничего не делал, но это всё ерунда. Стандартная история. Уже подкрытый с 10 слоями коррозии палец колодок. Тут у нас выработка окислая, вот эта смазка похожая на... Я не знаю, на что она похожа. Но самое главное, смотрите, что произошло, когда я начал просто выдавливать поршня. То есть, при износе колодок это могло также произойти. Просто нахрен выдавило верхние уплотнительные резинки на обоих поршнях. Здесь слой окислов просто триндец какой там, судя по всему, внутри. Причём, они вроде не клинят, но, во-первых, тут на поршнях уже всё давно не очень хорошо. Ну и то, что выдавило резинки, я первый раз такое вижу, это уже за гранью моего понимания. Это какой-то трэш. То есть, тормоза здесь, ну, вот так, вот, какое-то вот состояние такое, в крайней степени хреновенькое, я бы сказал. Да, да, конечно, весело всё это, но ладно, грустить не будем, я думаю, всё с этим получится и сложится, но всё равно меня это в крайней степени удивляет. практически онлайн буду всё показывать, подкинуты синхронизаторы, всё подключено, карбюраторы на месте, ну, всё, новый натяжитель, всё, красота, вообще клапан отрегулированы, ну и, собственно, собственно, что у нас здесь, здесь, ну, колхозно пока что крышка сделана, лишь бы не текло, просто сейчас, чтобы я его мог запускать, потому что новая крышка уже где-то это радостно едет к нам. Ну и вот, собственно, Сузуки, ой, господи, Сузуки с его выжимом сцепления, конечно, ша, короче, вязаем сцепление, нажимаем на стартер, а лучше что, блядь, можем заглушить, ещё раз вызываем сцепление, нажимаем стартер, а лоя, а и что касательно синхронизации, то вот так, и у мотора нет абсолютно никакого дизеления, и у него больше не стучат клапана, у него больше не стучит цепь ГРМ, и со своим пробегом почти в полтос он работает идеально, просто идеально, но надо не забывать, что здесь ещё у нас новые маниполты, перебранные корбы и всё-всё-всё, ну, короче, счастье, праздник, вся эта затея явно была не напрасная, а это не может не радовать, так что двигаемся дальше. Ну, а пока передний суппорт варится, там уже второй раз, собственно, точно такое же состояние у заднего суппорта, чуть, конечно, получше, но всё равно смазка, то есть, отсутствует, ну, её нет уже давно, вот она покинула этот мир, мир боли, тлены и унижений, вот направляющая, которая должна быть смазана, на ней смазки нет, в принципе. Вот так, ну, зато владелец привёз пробочку, новая пробка у нас, крышечки установлены, с новой резинкой, всё прекрасно. ещё было принято решение под всю эту пляску залезть в рулевую колонку, и то есть, у нас, получается, нужно сделать ещё передний суппорт, задний суппорт, залезть в рулевую колонку и залезть в прогрессию. Вот. Ну и, собственно, будет всё. Ждал ещё ответа по рулевой, собственно, по этой причине пока не ставил баг, пластик и прочее. Ну, решили рулевой делать, так что весь пластик ещё немножечко полежит, поотдыхает. Собственно, на фривинде снял прогрессию. Всё бы ничего, то есть, я не вижу гнили, ржавчины, но вот посмотрите на состояние прогрессии, ну, на состояние деталей, и вот скажите, вы верите в то, что прошлой осенью, если я не ошибаюсь, ну, то есть, точно год назад, её полностью обслуживали? Вот. Я на это смотрю и почему-то в эти волшебные сказки я не верю, прям вот совсем не верю. Это, ну, я не знаю, самое интересное, это знаете в чём, что пробег меньше тысячи километров с момента, как всё это якобы перебрали. Ну, у меня возникает одно слово в голове по поводу прошлого обслуживания. слово называется «наёбка». Вот, мне кажется, она здесь очень сильно присутствовала, потому что, ну, по-другому я не могу сказать, к сожалению. Только так, только такие слова приходят в голову. Ну, что, давайте попробуем в один заход. Передний суппорт почищен ультразвуком и подготовлен к сборке. Собственно, всё можно мазать, не мазать и собирать. Поршня отполированы, ну, по максимуму убрал все язвы, те, которые остались, они вне рабочей зоны, и это всё будет работать. Внутри у нас окислов никаких не осталось, всё как бы, ну, если не в отличном, то в хорошем состоянии. Единственное, что осталось, это вот здесь убрать выработку от работы колодки. Иначе колодка на этом месте будет западать. Далее, задний суппорт, у заднего суппорта состояние получше, как у самого суппорта внутри, так и, собственно, у поршня. То есть, ну, поршень вообще не имеет дефектов практически, только есть такие небольшие натертости на надировке и на этом всё. Это пока отложим. Ну, и, собственно, вот, вот так в моём мире выглядит подготовка прогрессии к переборке. Всё это сначала отмыто бензином, потом обезжирено, потом почищено ультразвуком уже насухо. Ну, и, собственно, вот такой результат получается. Предыдущий автор видел, видимо, по-другому и просто на собранной прогрессии обмазал снаружи болты свежей смазкой, создав видимость переборки. Ну, это, флаг ему в зубы, перо в жопу и на ветер. Так, ну, здесь, собственно, всё почищено. Эти подшипники у нас неразборные, так как они в обоймах. Ну, и, собственно, вытаскивать по этой причине я не стал. Кстати, вот у этих иголок интересная конструкция. Они в обойме держатся не за счёт пластиковой обоймы, опять же, а иголки к концам заострённые, то есть, как бы, иголка вот так вот по кругу катается внутри кольцевой обоймы металлической. А основная же просто вытаскивается и всё. Что касательно рулевой колонки, то похоже, что подшипники меняли, но перетянули по классике рулевую колонку, из-за чего руль ходил тоже, потому что смазка, как бы, ну, достаточно свежая, но, ну, внизу, в принципе, ничего удивительного, есть немножко грязи, но вот в верхнем подшипнике тут какая-то грязь и песок, причём непонятно откуда, либо так собрали, либо что, износа при этом нет, да, есть там какие-то западания, но не сильно. Сопутствующие болты все также сняты, вот они перед вами лежат. Собственно, почищу их для красоты ультразвуком, чтобы просто самому приятнее было собирать, ну, и переберу рулевую. Также металлической ватой, ой, шерстью, вот такая вот штучка убрал зарождающуюся коррозию на перьях, ну, такие вот, такие вот, такие вот, вот, где-то вот здесь вот видно, ну, короче, чёрные точки, чёрные язвы, чай. Посмотрел заодно состояние подшипников ступиц, ну, тут как бы лезть туда не стоит. А, и ещё, опять же, ну, там даже грязно, ну, смазкой поверх неудосужились помазать, это вот, это вот штучка, то есть, это куда у нас качелька приходит на маятнике. Собственно, здесь всё тоже отмыто, почищено и смазано. Ну, а тут сама рулевая колонка выглядит вот так, всё это надо будет сейчас помыть и, собственно, собирать. Ну, и теперь прям совсем уже готовы к сборке. Попробовал вот эту вот смазку для направляющих суппортов, честно говоря, не понял, чем она подключается от обычной, ну, например, подшипниковой высокотемпературной смазки, ну, да ладно. В общем, везде я нанёс её, поршня в зонах, где они подвергаются коррозии, медной смазкой помазал, то есть тут везде медная смазка, ну, и силиконовая смазка, чтобы нормально загнать уплотнительные резинки. Поршня туда-сюда гонял, резинки больше не вылезают, с этим всё хорошо. С задним суппортом, собственно, та же самая история, тоже везде медная смазка, то есть, также на силикон посажен поршень, также вот это вот всё силиконом помазано, медянка, всё по-классике. Рулевая колонка, ну, значит, всё это отмыто, весь крепёж, всё это почищено ультразвуком, то есть вот так вот всё это великолепно у нас выглядит, то есть всё красивенько. Подшипники, как я и догадывался, меняли, вот видно, как, ну, какой-то инструмент немножко оставил следы, как осажили, ну, в принципе, когда меняешь подшипники, ну, это неудивительно, этого практически не избежать. Вот единственный вопрос, что с верхним подшипником произошло, почему он такой был грязный. Ну, и прогрессия. Собственно, ну, вот, опять же, немножечко отличается от деятельности предыдущего автора, который обслужил. В моём виде не обслужил вот так, то есть везде у нас смазка, смазка, это я ликвемулия, высокотемпературная, подшипниковая, все иголочки набрал, всё набил, то есть пальцы, не пальцы, всё это идеально чистое, ну, и перед тем, как смазывать, я это всё тоже ультразвуком почистил, то есть помимо того, что я отмыл, я ещё почистил ультразвуком, чтобы отбить все там мельчайшие вот эти вот окислы, которые, ну, механически ты не снимешь. Ну, и вот качелька прогрессии и заряда было-стало. Вот то, что было, это называется обслужено. Вот, ну, а у меня вот так вот обслужено. Так что сейчас собираю вот это вот до какой-то кучки, здесь всё маживаю, опять покажу вам, конечно же. Ну, и что, а дальше останется только установить всё это на мотоцикл. Соппорт передний полностью собран, готов к установке, бери и ставь. Рулевая колонка также полностью готова к установке, всё уже смазано, намазано, набито, перебито. Внутри у нас также вот смазка, то есть всё готово. Ох, в том числе и я от усталости. Так, дальше здесь у нас всё так же перенабито, набито, забито и прочие другие эпитеты. Всё собрано, смазка есть. Далее. Вот здесь вот в прогрессии у нас также всё уже собрано, ну, в той части прогрессии, которая к маятнику. И установлен на место суппорт. Ну, так как его крепёжная скоба находится на маятнике, но она съёмная, ну, и чтобы объяснять, надо снимать колесо. Поэтому суппорт вот в собранном виде уже является установленным. Ну и, собственно, пока всё. Теперь всё это дело собираем. Ну что, вот всё и случилось. Всё собрано, всё установлено. Тормоза уже прокачаны, тормозная жижа залита. Ну вот она у нас, Матюлёвская. Что, собственно, сделано? Ну, собраны суппорта, тормоза прокачаны. В целом, с этим никаких проблем больше нет. Тормоза, кстати, как по мне, стали более плавные, что ли. Но неудивительно, потому что всё это двигается с нормальным усилием, и проблем нет. Задние тормоза также прокачаны, всё здесь собрано, нигде ничего не течёт, давление держит, всё хорошо. Прогрессия собрана, вот у нас тут всё стоит, всё явно чище, чем было. Ну, понятно, что здесь всё застрётся, но не сразу. Рулевая колонка собрана, выставлено нормальное усилие, а не конское, то есть, вот теперь руль у нас плавно ходит во всех диапазонах. Это не может не радовать. Вот. Что ещё показать? Да всё, наверное, ну, можно финальный запуск показать, потравить себя немножечко. Ну и всё, не будем его мучить. В общем, вот такие вот работы проведены по этому FreeWind'у, собственно. На этом, я, наверное, думаю, что стоит заканчивать в 12-м-то часу ночи, в четверг. Ну а с вами была Мастерская Панк Мотогараж, я Сергей Панкратов, ну что ж, всем пока!